Я хотел остановиться, когда пробовал связку в Москву, и вот я ноги заставляю, чтобы после оборотов, чтобы остановиться. И сбой, чтобы рунив, и пальцами, как вошел пару раз. В туда? Я понял. Блин, ну, парни, потерпите, я надеюсь, скоро у нас получится удлинить это. Чуть-чуть потерпите. Просто это. Сделайте, допустим, на этом. Так. Оно одинаковое, Егор. Оно одинаковое. Встань, змея, оно одинаковое, я тебе отвечаю. Оно это квадрат, оно одинаковое. Мы меняли палки, ты забышь, или мы перехали? Оно одинаковое, полностью. А он свалил. Это который вам рвали уже, который? А, который кто сломал, Дима, по-моему? Так его еще один сломал. Да, парни, это все ваши... Смысл такой, кто их изготавливает, кто турники, они даже не понимали, какую нагрузку вы этим турникам муете. Это как бы сейчас экспериментальная тема. А что будет дальше? Мы хотим... Мы хотим... А если надо гимнастику поставить? Да. Да никакую гимнастику. Чего, можно взорвать у тебя буду? Мы в том зале, да. Высокий потолок. Высокий потолок 3. Егор, Никит, мы хотим здесь нарастить 20 сантиметров. Нарастить такую же планку, а то снять. Или эту снять. То есть получится нарушить. Мы не поменяем конструкцию. Мы только нарастим, как бы, какой-то так. А сверимся в пол. Доброе получили. Сейчас быстро. Надо собрать людей, и в этот месяц... Все, это линя уже собираюсь. Сверлиться, и все нормально. Собираюсь иду домой. Просто будет. Давай, научка. Давай. Будет, должно быть, четко быть. Не будем биться потом. Но с другой стороны, опять... Ваша... Энергия от атлетов, она может вырвать полы. Или не может вырвать. Давай, давай. А вот, насчет потолка. Ну, я бы сейчас выхожу... Армстронг, подним, иди смотри. Подним сколько метров, это расстояние. Вот, глянь. Вот. Там вообще какие-то баллы. Да, Андрюх. Вот. А ну, иди. Вы можете в том зале сравнить, Никита, с такой же там. Японский бог. Вот зайди в тот зал, там будет высокий. Нет. Либо в том зале, гляньте. Вот так был бы вообще. Ну, вот иди сюда, иди сюда. А можно будет как-то муфевать? Конечно, Андрюх. Там, значит. Мы тюрьмить гимнастическим в этом зале ставим. Ничего не гимнатическим. А кого? Ага. Дольше нам будет этот там. А что? Ну, Наташка, в курсе там твоя. Там тоже подарок. Получается, наши деньги потратили. Да просто так? Ну, а этот, для рисования там. Мальберт. Активировалась, да? Понятно. Понятно. Блин, смотри, ты этот. Отзвонюсь обязательно. Вот. Ну, просто говорю, я домой сейчас вообще поздно прихожу. Уже не сил нет никаких. Не этот, блин. Ну, что-то это, вот. Сырация работы как-то так получается. Что-то сейчас, ну, многовато, что-то после праздников. Ну, и дома не пропылесошено, как ты понимаешь. А, родился мальчишка, да? Ну, как вы, как вы общались? И ты не понял? Вол, стена, да. А что, как назвать, ты говорил? Просто надо, либо нам противописует. Ну да, самое главное. Ну и свечо от нас тоже поздравляет. Давай, давай, Андрюк, давай, рад был слышать, хорошо, что позвонил. Все, увидимся, пока, Наташке привет. Телефон у кого? Пацаны, телефон у кого? Чей? Глазали? Телефон у меня, наверное. Чем вам звонил? Это время наступило, все стало так много. Это не база, база. Николай Алексеев, представляешь, что мы хотели бы таких зал пооткрывать, чтобы несколько было залов? Чтобы «Саратского» блеснуло мастерами? У нас очень талантливые ребята. Чем вам не отдохся. Опа, Савелий, что ты грызешь там уже, молодец. Че, ребятня, собираемся? Уйди в жопу. Зоркий глаз, в глазах посмотрите, нигде ничего не разбросали, чтобы... Жень, скажи, пожалуйста, это шлепки не Савелия? Ну давай. У нас их столько. Ну и не ты их оставил. Просто кто-то оставил и размер, как будто с кого-то... Вот я не знаю, посмотри. Точно? Потому что кто-то из детей приходит, чтобы потом кто-то сказал, что это... Кто-то есть у вас? Да, у тебя есть, спрашивают. А вот я вижу, значит, наш. Кто-нибудь его знает размер. Точно? Ты его сейчас... Найк! Адидас. Адидас. Найк, Чушпан. Ааа, Чушпан. Я Найк. Чушпан. Это Димонов. Адидас. Димон. Димон мне все отдает. Я понял. То есть у вас там это? Я понял. Да, да. Я понял. Слушайте, внутренне живы меня, по-моему, с этим... Леха его, да, зовут? Да, ну мы тебя решили. Ты уже убил волку на тот момент. Не-не-не-не. А то-то не делал на городском. Какой Леха? Лепеха. Ааа! Че, ребятня, одеваемся? Я его как-то видел, давно правда. Он в КБ работает на первом школе. Он что-то не занимается, по-моему, да уже? Все уже. Он все, он теперь работает. КБшник. Он, кстати, женщина создает. Он же там что-то вам говорил. Он упал что-то там. Красно-белое? Да, ну он это, позвоночник сломал. Тихо, тихо, тихо. А, да. Тихо. Хорош. Серьезно. Сломал позвоночник? Да. Ну, поясницу. Он операцию сделал и все нормально. Больше не занимался. Я на городском сезоне занимался, там на улице. Вот там познакомился с Егором, они мимо проходили. Леху ему давали. А, ну это как? Это сколько лет назад-то было? Миша. Миша, Миша, да. Сколько лет назад? Года тринута. Нет, еще лет пять назад. Это давно было, ты че? С Лехой? Мы уже давно знакомы. Когда мы это, начали только заниматься, мы только занимаемся. Да, это самое начало, когда только 30-60-60 учил. Вот эти вот всякие элементы, когда я внутренне пытался, но не было страшно, потому что... Когда страшно. Да, да. Да, 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 да. Когда страшно, но и тут... Как его звать? Магин сделал внутренний сет. Никитос, подойди, пожалуйста. Я? Да. Вот так вот резинку мытяни. Ты можешь со стороны столбастого взять, чтобы встать. Вот так вот подтяни, а я с карабина сниму. Тихо. Нет, погоди, стоп. Стоп. Хорош, не тяни. Вот так вот фиксируйся. Место чуть-чуть повыше, да? Собираем. А что же спина? И все теперь? Да нет, все нормально спустим. Давно было. Чуть-чуть на себя. Он что-то мне рассказывал. Он так чистый. Соминается с татикой так вроде просто и все. Ну, короче, матрасы около него лежали, он матрасы убрал и внутренние делали. Молодец. Ну, то он зимой, да, Зерултан, получается? Да, по-моему. Он вообще какой-то. Причём матрасы лежали-то около. Ну, вот. Да, он их не подвинул. А куда он упал? Ну, короче, матрасы отодвинул на видосы. Это промешает перспектор? Нет. Нет. В чем дело? Ну, в ряду. А, как есть? А паркового? Это паркового. У нас, короче, есть знакомый с Егором. Старый, очень старый знакомый. Мы с ним, наверное, знакомые. Только начали, когда заниматься. Ну, лет пять-шесть, наверное, где-то так. Он здесь не был? Он здесь. Не знаю. Как имя? Алексей. Ко мне. Алексей у Чувака. Чувак. Чувак? У Чувак. А, Савелий, иди сюда. И он повредился. Чувак. Да. Блин, ясно. Он до этого показывал. Он летом не показывал. Он внутренне сделал, как с этого. Ну, вот, как на супру, короче. Мортира. Мортира. Так он и мне показывал. Это как-то Левчик. Лекшин? Даже я так уверен. А тут он меняет. Я вместе с ним, короче, там, и внутренне делал. Он с ним солнышко научился. А я давно по нему учился. Потом исперли эти лямки Нагина. По-моему, не страшно. А не Варик, Савелий. А так хорошо он занимался. Жалко, конечно, так сложилось, блин. Это так бывает, блин. И что, скоро мы так же? Не-не, так не надо, Егор. Зачем тебе так? Спину ломать? Варик? Нет. Про детей. Скоро дети. Семья. Ну, ты уже все заряжен. А вот здесь уже что-то есть, да? У кого? У Леши нет. Он осуждает за них. Осуждает женщин? Да. За что их осуждать? Не знаю. Любить надо, е-мое. Любить лелеять. Так, сейчас Никита синхронизируется с этим. С часовой курсом Эквадора. Я тебя приду. Подождешь? Не надо ходить в передор. Не надо ходить в передор. Тихо, тихо. Спокойно, Савель. Что, Жень, одеваемся? Да. Пойдем. С шавой, с шавой. Егор, Никита, как только вы в этот мир приведете в последующее поколение, вам надо все. Да, я заправлю. Я ребенка, даже девочка, я на гимнастику отведу. Все, полностью вкачивай всю свою любовь. А я люблю детей. Своих. Знаешь, какая штука? Да. Я сейчас могу сказать. Свои родные иногда могут еще жестче преподнести сюрпризы, чем чужие. Вот в чем дело. Смотри, как воспитать. Конечно. Ты иду в учителя. Ты иду в учителя. Расскажи. Они тебе расскажут про воспитание. Родителям расскажи. Все, ребятняш. Сейчас, сейчас, сейчас. Я прям быстро подавлю. Савелий, одеваешься сейчас? А как эти парни, Егор, Никита, а как проживают тут ребята, которые с приматом, кузнецовым ильеем, взрослые там? Магин. А мы не знаем. Они еще не занимаются. Серьезно? Просто вчера батя один приходил, интересовался, когда у приматов тренировки начнутся. Я говорю, я не в курсе. А приматы это кто? Приматы это такая... Эволюция в обезьяне ветки. Нет, я говорю, это в вашем понимании. Клуб. Наша? Клуб. Люди, которые ничего не умеют, дурдейки. Да ну хорош, ну ты че там, блин. А че они умеют? Ну че-то же умеют. Приматы. Значит умеют дурдейки. Умеют воровать, умеют обманывать начальство приматов. Обзываться умеют, жаловаться умеют. Пропердеть окно умеют. Понимаешь, какая штука? За 10 лет я ничего не выдаю. Так что ничего не выучили. Нет. Илья примат научился хорошо людям в уши информацию загружать обманчивую и пользоваться их средствами. Он очень хорошо теряется в доверие. Это чиновники наши. Так он прикол. Он чиновник. Он то ли юридический, то ли какой-то заканчивал. Он тоже как бы из чина. Потому что он пакс закончил. Пакс, пакс. Он все с ним понял. Все с ним ясно. Там же школа дяди Дима Яцкого. На самом деле все хорошие. Я ухожу к Савелью. Савелью, братан. Батя ждет. Сейчас ты попахнешься. Сейчас ждет Дима. Пипи. Да. Да. Поэтому, Жень, ответ на твой вопрос получен? А, да ты его знаешь, Кузнецова. К этой, он... К... 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 Все, парни. Все, всего доброго. Даааа. Егор, Никит, до субботы. Да. Все, лады. Всего доброго. Все. Все, точно. Все, все, все. Все, все. Все, все, все. Майка зимняя с начесом. Сейчас, сейчас, сейчас. Я этот, внизу вас подожду. Подучу туалет. Там автомат работает что-нибудь? Не знаете? Кофе вроде бы и нет. А вот булочный вот этот вроде бы да. Если хочешь кофе попить, я вот заварил, но этот... Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, сейчас я посмотрю. А Илюшу Примата я десять лет знаю. И вот за эти десять лет он обманывал, обманывал, обманывал. Обманщик. Обманщик, да. И что все эти десять лет... Да? Я десять лет его упрашиваю, Илюха. Ты когда-нибудь смеснешься с таким, как я, и он тебя замучивает. А как в этом фильме? Вриант ворукан. Скажите, вы давно знаете товарища игру? Да, вот он такой. Все десять лет он пилочный. Нет, он притворялся. Притворялся, так что никто не поймёт. Все, Димарик, да, сейчас. Так-то, конечно, все хорошие, добрые, особенно для наших родных. Сама прыгаешь там, ну иначе здесь сейчас останешься. Зачеваясь, понял? Сейчас, 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 сейчас. Мы ходим с намокатом тоже, что-то у Пендрива и Савелька одеваться не хочет. Кто говорит самокат? Намокат. Намокат, Кришнаицкая программа. Такая надобная. Я говорю, лучше сидеть на Дарике осталось. Я, видать, Дарик больше испугался, чем Савелька. А ты возил его на разные праздники? Конечно, да мы постоянно ходили. А супруга? Супруга, конечно. Все понял. Ну она тоже, да, в этом теме? Ну, да, в этом теме, да. Матрый полёт там. Просто у ребят, иногда очень много, у ребят часто возникает вопрос, как со своими женами. У женщин не так. Это часто. Потому что, кого я знаю, они более супруга воспринимают, как у родных. А вот у Пендрива, как сделать так, чтобы у женщин общие интересы были? Общие интересы были? Да. Ну, помимо общих интересов, полежать и почесаться, там, потереться. Другие уроки интересы. Как же заранее? Я! Заранее, заранее. Не так, чтобы ты сначала влюбился, потратил. Сначала потерся. Дети родились, а у тебя никаких общих интересов нечего говорить с человеком. Понимаешь? Да, 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 да. Я заранее выбирал. Я знал, что за человек я делал. У меня было несколько разных вариантов. То есть, из кого выбрать себе живу. Я живу, себе искал. Не просто живу. А мать своей детей. Прежде всего. Ну, для тебя же она должна быть опять по-другой, да? Конечно. Я заранее договорил, вернее знал, чем она увлекается, какие у нас интересы. У нас очень много. Мы увлекаем астрологией, массажами, йогой, хорикристами. Жень, а напомни, пожалуйста. Мы же с тобой, я помню, мы с разными людьми разговаривали по поводу залов, того зала. Мы же с тобой разговаривали, йога, зал, что-то проведение тренировок. Там был с тобой разговор? Я спрашивал. Да, что-то ты узнавал. Я Денис сказал, сколько нужно образование педагогическое. А сертификат вот этого центра йоги? Нет, у меня есть сертификат. А почему в ней как-нибудь с Никулиным с Олегом Викторовичем? Там надо учиться, а мне пока не надо. Там надо прям учиться. Учиться ездить куда-то? Серьезно? Да. Там очень образование. Там очень образование. Там два-три раза в неделю ты приходишь, учишься. Там, типа, в речальной школе. Два-три часа. Потом ты издаешь экзамены. Все серьезно, да. По йоге? Да, по йоге. А этот, скажи, а кто-то там... Ты хотел это здесь сам начать? Может быть, с кем-то, кто есть образование, где попробовать? Ну и ты своим делай. Ты можешь, знаешь, как это сделать? Да. Ты можешь Олегу Викторовичу Некузову позвонить, сказать, кто вылезенился с сертификатами. Он дает кто, чтобы иметь взял. А, у него спросить, кому нет. Так я тебе, знаешь, что могу сказать? Если бы такие люди были, мне кажется, он бы нам сообщил, бы сказал. Ну, знаешь... Напомнить, да? Я понял, лады. Позвони ему, скажи, Олег Михайлович, здравствуйте. Ну, здесь надо опять не мне, здесь надо Денису решать. Как бы здесь я вот, ну... Я могу идею подкинуть только. Олег, подожди, Денис с Олегом Викторовичем. Он знакомый, конечно. Просто знакомый? Ну, они знакомы, они были на презентации разных книг там. Ты позвони эту идею, говори, да. А с Денисом потом все вот эти комплиментарные вопросы бумажные, то есть вы уже с ним не пропишите. Савель, ну, хорошо. Вдруг она завалится? Тут вопрос главное найти одного-двух человека, понимаешь, которым нужен зал с сертификатами. А вот скажи, как ты сам думаешь, вот эти габариты в зал, они как-то должны под йоговски, специально оборудованы, что там должно быть? Просто пол и все? Пенки. Вот этих матов для йоги достаточно. Ага. Конечно, там есть, ну смотри, то есть, если они будут бусиком, то есть они не скользят, когда бусиком? Ну, нет. Не скользят. Все замечательно. Сцепление здесь. Свет. Для того, чтобы преподавать лёгу, еще нужны ремни, такие, чтобы цепять ноги, соответственно, руки, и кубики такие. Кубики у нас есть деревянные. На деревянных кубиках можно посидеть. Ну, все замечательно. Петли есть. Савелий, зайди, пожалуйста, брат. Савелий, зайди, пожалуйста. Папа переживает. Если петли есть, за счет цепляции, это замечательно. Ну, петли есть, которые, ребята, там, страковочные. Да. Если преподавателям нужно будет что-то еще, они тебе сами расскажут. В основном, то есть это коврики, петли и кубики. Вот. А ну, подушечки. Савелий, Савелий, хорош. Подушечки, подушечки для тех, кто не может сидеть на кубиках, если есть подушечки. Савелий, пойдем. А вот эти вот самые йоги, у них это снаряжение у самих же есть? Ну, наверное. Или как ты думаешь? Савелий, мы уходим. Поэтому я принялся стараться. Просто, например, если у этих людей, ну, кто вот этим йогой занимаются, если у них, например, такого снаряжения нет, но они хотят тренироваться, тогда надо как-нибудь нам еще этот момент пожелать. Для начала, для начала это пойдет то, что у вас есть. У вас есть маты, которые не скользят. У вас есть кубики и есть петли. А дальше, соответственно, подрастутки, сейчас разрешите. Савелий, Савелий. Хорош. Употеку, 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 я так поймал я тебя. У меня есть телефон, звони, сейчас надо телефон опять. Сейчас я его уходим. Ты можешь оставаться, я пошел. Все, я пошел. Алё. Снимай почти прыгает в корпус. Все, он бы кусался, открываю я эту секунду, в свою решение спорю. Тебе должен пояснить нам нам, да, отправить? Другая рука. Вот сюда руку эту. Нет. Ага, точно Димарик, да. Димарик скоро потом еще полторы пришлет. Сейчас у меня просто сколько было. Я пока ничего тоже не записываю этого. Сейчас своего звонка дождался, уже все выбрал, завтра запишу. Ну да, сам, хорош, Савелий. Ага. Да это ничего страшного. А что ты сейчас, Никита тебе пытался там дозвониться, что-то про флешку спрашивал. Позвони Сергею Сергеевич, ему флешка, наверное, с собой, но как довезет, он не довезет. Ты сюда встал, бегом? Навряд ли. Встал, я сказал, бегом. Да это не гадиснет, ты же завтра трудишься, мне киток в субботу потянется. Стоишь смирно, иначе никакие конфеты тебе не дам, понятно? Все нормально? Понял? Да, что ты выдвигаешься? Если ты хочешь конфету, стоишь смирно одеваешься. Я все съем для себя. Я тебе что сказал? Ты хочешь конфеты? Все, братан, смотри. Вот тогда стой смирно одевайся. Я тебе сказал, стоя. Прыги-прыги, Лады. Стоять, а не сидеть. Ага. Ты знаешь как? Ты сориентируешься, и если получается... Ой, набирай. Лады, я просто сам еще не знаю, сейчас я домой попаду, или мне сейчас надо до родителей будет опять. Вот что прикол. Как бы сам еще даже не знаю. Куда я прям... Куда, сядь, пожалуйста. И сиди, я буду тебя бывать. Все, добро. Сидеть. Все, Серый, ладно, и хорошо. Сидеть, я сказал. Просто ссать еще хочу. Это вот здесь все одновременно. Все, Серый, да, это добрый вечер, надеюсь до встречи. Савелий, братишки, ну прям вообще не это, не особенский. Спасибо.